ПЕСНЯ И если посчитать, а сколько же погибло на этом пути достомерных, нет, конечно, сведений. Но это тысячи, тысячи и тысячи. Здесь, в Заполярье, в суровых условиях полярной ночи и вечной мерзлоты, мы должны создать театр яркий, красочный, с музыкой и танцами, чтобы наши горняки, придя в свой театр, могли отдохнуть, развлечься, полюбоваться зрелищем бодрящим, легким, радостным. Начальник воркустроя Мальцев. Красотки, 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 кабарем высо заданы лишь... Музыка, оркестр, костюмы, танцы, пение там было. Ну, красиво все было. Вот Боядерка идет, спектакль. От начала до конца смотрю, сама сижу и думаю, фото мне побыть, фото мне побыть на сцене. Из воспоминаний Алексея Маркова. Во всех театрах нашей страны канкан был запрещен. А здесь, в гибельном заполярном концлагере, посетители театра могли наслаждаться этим запретным плодом. Всесильный владыка Воркуты, начальник нашего лагеря и организатор театра Михаил Митрофанович Мальцев снял запрет на канкан. Канкан до вечной мерзлоте. Разве это не фантастика? Из воспоминаний Эммануила Котлера. Ночью после очередного спектакля конвой ведет заключенных актеров в зону. Конвойры торопят. Поздно. Метет пурга. Альдистая дорога запорошена снегом. Тейнеко упал, сломал руку. В зоне разбудили врачей, наложили гипс. А завтра петь Мефистофеля. На загипсованную руку повязывают яркую косынку в тон алому костюму Мефистофеля. С повиснувшей тяжелой рукой Тейнеко поет. За кулисами стоит бледный, взволнованный Мордвинов. А над залом гремятарии князь тьмы. И осмелять весь мир готов. В угождении волку зла. Край на край встает войной. И людская кровь рекой по клинку течет блат. Люди гибнут за металл. Люди гибнут за металл. Субтитры создавал DimaTorzok